Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Мария Васильева, заведующая рентгеновским отделением, врач-рентгенолог. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Спасибо за приглашение. И Анна Денисова, врач-онколог-мамолог, филиала номер 3, 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Добрый день! Добрый день! Хотелось бы поблагодарить вас за внимание к столь важной проблеме, как рак молочной железы. Ввиду того, что на данный момент тенденция к росту заболеваемости сохраняется, очень важна просветительская деятельность среди населения. Сегодня рак молочной железы, именно эта тема нашей сегодняшней программы, имеет высокую распространенность среди женского населения. Какова статистика? По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 10 миллионов случаев. Заболеть раком молочной железы рискует каждая восьмая женщина планете. Что касается нашей страны, то прирост ежегодно в России составляет более 50 тысяч случаев. Здесь имеет значение еще и возрастная категория. Если мы возьмем тысячу женского населения, то возрастной аудитории от 30 до 40 лет регистрируется 4 случая. Если берем возраст от 50 до 60, то уже здесь у 20 женщин. И старшее поколение от 70 до 80 лет 38 случаев на тысячу населения. Все-таки какие первые симптомы должны насторожить женщину? Что она должна почувствовать, что что-то не так? Несмотря на то, что современная диагностика давно шагнула вперед, нельзя недооценивать возможности самообследования. В первую очередь женщина должна самостоятельно обращать внимание на какие-то изменения в своем состоянии. В первую очередь это изменение формы молочных желез, какая-либо деформация, изменение сосков, наличие патологических выделений, особенно если кровь появляется. В таких случаях, конечно же, в первую очередь она должна обратиться к врачу. Это очень важно. Дорогие женщины, никогда не нужно пренебрегать медицинской помощью, не искать ответы на свои вопросы в интернет-ресурсах, спрашивать какого-то мнения у людей, которые даже когда-либо сталкивались. Искать ответы на форумах сомнительных. Сомнительных. И несомнительных тоже. Лучше обращаться к врачу и ни в коем случае к лицам, которые не имея медицинского образования, готовы оказать вам какую-либо помощь различными псевдонаучными способами. Тем более в арсенале у современного врача очень много технологий в руках и методов исследований. Мария, какие существуют на сегодняшний день? На сегодняшний день самые распространенные методы исследования молочных желез являются рентгеновский метод или маммография. Также метод компьютерной томографии применяется. Метод МРТ тоже может применяться. И, конечно же, УЗИ. А вот в чем их отличие? То есть методы абсолютно разные. Что они дают и что они показывают врачу? Самое главное, что... Насколько полную картину? Маммография в мире является золотым стандартом для выявления рака молочной железы на всех его стадиях. Существует несколько видов маммографии. На самом деле их очень большое количество. Но в основном применяется традиционный метод. Это метод использования с помощью рентгеновской пленки. Но он сейчас все реже и реже делается, так как он обладает очень высокой погрешностью результатов. В основном сейчас все стационары и поликлиники оснащаются цифровыми маммографами. В чем их преимущество? В том, что они обладают высоким качеством изображения. Плюс они несут малую лучевую нагрузку на пациентку. И мы можем рассмотреть даже самые маленькие какие-то изменения на снимках. Хорошо, если этот маммограф оснащен еще функцией томосинтеза. В современные маммографы ставится такая функция, что это значит. То есть мы можем молочную железу, грубо говоря, порезать на несколько слоев. То есть как проведение компьютерной томографии. То есть если мы при стандартных проекциях, у нас подозрение на какую-то полологическую тень, мы делаем пациентке томосинтез, где уже мы можем рассмотреть характер этого образования, как оно себя ведет, как оно сопоставляется со здоровой тканью. И это дает нам больше ответов, что это может быть за образование. Злокачественное оно или доброкачественное. То есть для клинициста это дополнительная помощь при диагностике. Если говорить об ультразвуковом исследовании, насколько оно отличается от маммографии? Очень часто, кстати, задают вопрос, что лучше, маммография или УЗИ. На самом деле нет ответа на этот вопрос, потому что это взаимодополняемые друг друга исследования. То есть, допустим, УЗИ мы можем делать после маммографии, когда нам недостаточно сведений уточнить характер этого образования. Конечно, есть отличия. В первую очередь это возраст пациентки. То есть УЗИ делается строго до 40 лет, маммография делается уже после 40 лет. С чем это связано? Это связано с плотностью самой ткани молочной железы. В более молодом возрасте ткани молочной железы у нас состоят из железистой ткани. После 40 происходит инвалютивные изменения. То есть железистая ткань начинает замещаться на жировую. И при рентгеновском исследовании жировая ткань более прозрачная. То есть мы можем рассмотреть любые патологические тени. Но все-таки выбрать тот или иной метод исследования – это, наверное, в отчина врача. Правильно? На самом деле есть золотой стандарт. Это, скажем так, триада в диагностике. Это маммография, УЗИ и биопсия, то есть пункция. То есть для маммолога чаще всего они, кстати, используют именно вот эту триаду, чтобы выстроить уже точную картину. Если говорить об МРТ? Ну, я бы сказала, что МРТ, так же, кстати, как и КТ, являются более второстепенными методами или уточняющими, допустим, компьютерная томография, она применима, если нам, допустим, нужно выявить метастазирование. Потому что не стоит забывать, что компьютерная томография несет большую лучевую нагрузку, в отличие от маммографии, где совсем минимальная доза облучения. По поводу МРТ метод не всегда доступный, и это достаточно дорогой метод. И он несет в себе очень много погрешностей, очень много ложноположительных результатов. Анна, Вы в своей работе на что чаще всего опираетесь? Ну, как уже правильно сказала, Мария Сергеевна, не каждым пациенткам в плане скрининга рекомендована маммография. Особенно это, если уже, как было сказано, молодой возраст. Когда для нас стоит вариант выбора лечения, и если есть сомнения, безусловно, всегда выполняются УЗИ молочных желез, делается маммография. Биопсия нам необходима для того, чтобы уже определиться с диагнозом и понимать, какой будет объем оперативного лечения, или же необходимость какого-то другого системного подхода к пациенту. Как правильно подготовиться к маммографии? Если это женщина в период менопаузы, то просто раздеться до пояса. А если это молодая женщина, то строго нужно прийти по циклу с 6 по 12 день. Потому что если прийти в любой другой день, в отличие от этих дней, то картина может меняться и давать нам ложноположительный результат. Онко-настороженность в этом вопросе очень высока, так как количество случаев с заболеванием рака молочной железы в мире возрастает. И это отмечают, естественно, специалисты. В этом разрезе как часто необходимо проводить это исследование, и с какого возраста начинать, чтобы не упустить? До 50 лет женщинам рекомендовано, если нет никаких клинических проявлений, в качестве именно скринингового метода или профилактики, маммографию можно делать раз в 2 года. После 50 лет рекомендовано делать уже раз в год, так как после этого возраста возрастает риск рака молочной железы. Мария, существует миф, что облучение от маммографии может вызвать рак. Так ли это? На самом деле это действительно миф, потому что я уже говорила, что все цифровые маммографы сейчас оснащены очень малой дозой облучения, то есть это буквально 0,4 миллизиверта, когда это равно 4 часам полета в том же самолете, либо полгода нахождения банального нормального фона на улице. Поэтому не стоит этого бояться, онкология это точно не вызывает. То есть мы снова возвращаемся к тому, что обращаемся только к проверенным специалистам и не ищем ответы на свои вопросы на сомнительных сайтах и форумах. Анна, если рак молочной железы все-таки диагностирован, обязательно ли в качестве лечения полностью ее удалять? Выбор метода оперативного вмешательства определяется рядом фактор. В первую очередь это стадия заболевания, размеры опухоли, локализация ее, биологический подтип и многими другими моментами. Делать мастектомию не всегда обязательно. Учитывая то, что тематика нашего сегодняшнего разговора, она прежде всего обращена к населению, а не медицинскому сообществу, я позволю себе выражаться более доступным языком. И поясню, что удаление железы сейчас не всегда необходимо. Возможно выполнить резекцию части молочной железы, то есть удаляется та зона, где локализована непосредственно опухоль и дополнительно выполняется лимфодисекция, то есть удаление лимфоузлов на стороне поражения в подмышечной области. Это позволяет сделать нам, собственно, органы, сохраняющие операцию и более эстетичный результат гарантировать пациентке. Какие противопоказания к операциям существуют? Противопоказаний достаточно много. Есть абсолютные, есть относительные. При больших размерах опухоли и при достаточно маленькой железе собственной не всегда возможно выполнение данных операций. Однако, если оперативному вмешательству будет предшествовать системное лечение, например, химиотерапия, и она будет проведена с успехом, в результате чего опухоль регрессирует в размерах, можно будет проводить операцию, направленную на сохранение молочной железы. Противопоказаниями являются инфильтративно-отечные формы рака, беременность, проведение лучевой терапии по поводу каких-либо других ранее выявленных заболеваний, так как это увеличивает нагрузку, беременность, системные заболевания, такие как системная красная волчанка, склеродермия. И, как вариант, еще периодически обсуждаются те случаи, когда у пациента выявлена мутация гена. Но, как говорит наука, на данный момент не доказано, что есть убедительные данные о том, что при органосохраняющих операциях как-то может это влиять на рецидивы. Можно ли добиться эстетического результата, если удаляется вся молочная железа? Да, безусловно, в тех случаях, когда удалить необходимо всю молочную железу, всю железистую ткань, сохраняется кожный чехол. Впоследствии область, где удалена железистая ткань, заполняется имплантом. Это обеспечивает эстетический результат. В тех случаях, когда приходится все же удалить железу вместе с кожным чехлом, возможно также реконструктивное вмешательство. Оно будет двухэтапным. На первом этапе ставится экспандер, который будет растягивать кожу в течение нескольких месяцев. И после того, как мы добьемся необходимого нам результата, то уже вторым этапом устанавливается имплант. Какая помощь пациентам с ракомолочной железы оказывается в госпитале? Наши пациенты представляются на онкологический консилиум, который определяет дальнейшую тактику. А лечение пациентов в госпитале выполняются все типы хирургических вмешательств, включая органосохраняющие и реконструктивно-пластические. Проводится предоперационная и послеоперационная химиотерапия. Также, помимо того, что на нашей базе выполняются оперативные вмешательства по поводу рака молочной железы, в условиях дневного стационара, мы можем оперировать женщин и с доброкачественными новообразованиями. Мария, что главное в диагностике лечения рака молочной железы? Ну, это, наверное, вопрос вам обоим. Самый банальный ответ – это на самом деле время. То есть своевременный осмотр себя, своевременное обращение к специалисту при выявлении каких-то малейших образований в груди. И, опять же, повторюсь, не искать ответов в интернете. Анна. Дорогие женщины, не бойтесь обращаться за медицинской помощью. Придя к врачу сегодня, это становится залогом здоровья и вашей жизни завтра. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует...